160 лет назад на Сахалине была добыта первая тонна угля, а в последнее воскресенье августа будет отмечаться профессиональный праздник День Шахтера. Невельский городской округ имеет непосредственное отношение к этим событиям, так как несколько лет назад, да и сейчас, у нас действует и успешно развивается угольная отрасль. В преддверии этих событий в Невельском историко-краеведческом музее организована выставка картин художника Сергея Новоселова под названием «Шахтерский характер». Авторские копии, переданные в фонд музея, на постоянное хранение передают атмосферу того времени, когда еще существовала шахта Гранзаводская. В картинах можно увидеть условия быта шахтеров, их тяжелый труд под землей, как они отдыхали, настроение на работе и семье. Новыми экспонатами пополнился и зал советской истории, где также представлена экспозиция, посвященная угольной промышленности Невельского района. Здесь представлены уникальные артефакты, относящиеся к истории шахт Шибунина и Гранзаводск. Фотографический материал. Еще одна экспозиция совсем недавно появилась в зале современной истории района, посвященная крупнейшему предприятию «Горняк-1». Оно специализируется на добыче угля открытым способом. В экспозиции представлены уменьшенные модели карьерной техники, которые применяются в работе предприятия. Это гигантские самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. На предприятии работает машинист-экскаватора Андрей Иванов, который в прошлом году указом президента России был награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Информация об этом также отражена в представленной экспозиции. Для тех, кто интересуется историей Малой Родины, двери музея всегда открыты. Всегда можно прийти и ознакомиться с экспозициями поближе и узнать много полезной информации. Виталий Бойко, Невельские новости.